В эфире информационная программа «Время новостей» в студии Ирина Варсан. Здравствуйте! В Молдове, возможно, зарегистрирован первый случай тяжелого острова гепатита, неустановленной теологией у детей, сообщили в Министерстве здравоохранения. Согласно информации, ребенок дошкольного возраста 7 мая был госпитализирован в городскую клиническую детскую инфекционную больницу Кишинева с симптомами, характерными для острова вирусного гепатита. Были проведены комплексные исследования, но все показатели известных вирусов были отрицательными. Также исключены другие причины поражения печени, говорится в сообщении Министерства. Поэтому данный случай отнесли к болезни неустановленной этиологии. В настоящее время недостаточна клиника эпидемиологических лабораторных данных для идентификации возбудителя. Состояние ребенка остается тяжелым, но стабильным, даже с некоторым улучшением. Сегодня ему требуется симптоматическое лечение, доступное в Республике Молдова. В данном случае нет необходимости в пересадке. Болезнь проявляется как состояние острого гепатита, поэтому речь идет об изменении цвета кала, мочи, пищеварительных симптомов. Светлана Николаевску отметила, что в данный момент специалисты не могут дать рекомендации населению по таинственному гепатиту, так как возбудитель заболевания не установлен. Согласно заявлению Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на 10 мая в 21 стране были зарегистрированы 348 вероятных случаев тяжелого острого гепатита, неизвестной этиологии. По словам экспертов, болезнь в основном поражает детей в возрасте до 10 лет. Два чемодана с шестьюстами коробками лекарств в ассортименте и без документов о происхождении были обнаружены таможенниками и пограничниками на КПП Паланка Маяки Удобная у женщины, которая намеревалась выехать из страны. Как сообщают правоохранители, багаж принадлежал гражданке Украины. Она рассказала, что незнакомый ей человек попросил передать лекарства своим приятелям в Одессе. По данному факту начато расследование. Комиссар Европейского Союза по внутренним делам Ильва Юханссон совершает сегодня рабочий визит в Молдову. Об этом сообщает Министерство внутренних дел. Запланированы встречи с президентом Майей Санду, премьер-министром Натальей Гаврилицей, а также с главой МВД Анной Ревенко. Кроме того, в программе визита посещение вместе с министром внутренних дел пограничного контрольно-пропускного пункта Леушены. Там же Юханссон встретится с офицерами Фронтекс, находящимися с миссией в Республике Молдова. По данным Национального бюро статистики, за 12 месяцев средние потребительские цены выросли более чем на 27%. Продовольственные товары подорожали больше чем на 30%, непродовольственные примерно на 19%. Услуги населению почти на 35%. По данным Национального бюро статистики, в апреле текущего года средние потребительские цены выросли по сравнению с предыдущим месяцем на 5,56%. Повышение обусловлено ростом цен на продовольственные и непродовольственные товары и услуги, оказываемые населению. Так, в апреле 2022 по сравнению с мартом этого же года наиболее заметный прирост был отмечен по ценам на томаты почти на 38% и огурцы более чем на 20%. Картофель подорожал примерно на 18%, лук на 16,6%, маргарин на 12,7%. Также в апреле текущего года по сравнению с мартом 2022 наибольший рост цен среди непродовольственных товаров зафиксирован на книге и учебнике 8,4%. За ними следуют энергоносители. Жиженный газ подорожал на 6,8%. Дрова чуть более чем на 4% и нефтепродукты на 3,4%. Так, дизельное топливо подорожало на 6,4%, бензин на 1,8%. Цены на сигареты выросли на 2,7%. Что касается услуг, оказываемых населению, то подорожали те, по которым с апреля 2022 года не предусмотрена компенсация разницы в цене, предоставляемой из государственного бюджета бытовым потребителям. Услуги по электроснабжению подорожали почти на 35%, ремонт мелкого инструмента и приспособлений на 11,8%. Стоимость внутренних и бытовых услуг увеличилась на 7,4%, а междугородние и международные перевозки на 6,5%. Нацбанк Молдовы в начале мая предупредил, что инфляция значительно превысит ранее прогнозируемые значения, особенно из-за войны в Украине, и объявил о ряде ограничительных мер денежно-кредитной политики, направленных на сдерживание быстрого темпа роста цен. По данным НБМ, ожидается, что их рост замедлится в июле-августе этого года. Президент Национального банка Октавиан Армашу на следующей неделе будет заслушан в парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам по вопросам управления текущей финансовой ситуацией и роста уровня инфляции. Соответствующий запрос поступил от председателя комиссии Дмитрия Алайбы. Депутат от Блока коммунистов и социалистов предложили также пригласить в парламент и премьер-министра Наталью Гаврилицу. А представители фракции Шор считают, что законодательный орган должен провести слушание всего кабинета министров по текущей ситуации. Как заявил депутат от ПДС Дмитрий Алайба, с экономической точки зрения Молдова сейчас переживает чрезвычайно сложный период и предложил пригласить в парламент президента Национального банка с отчетом о мерах, предпринятых на фоне нестабильной финансовой ситуации и растущей инфляции. Мы с тревогой наблюдаем за тем, что происходит на финансовом рынке и видим рекордную инфляцию в регионе. Есть предложение пригласить на следующей неделе президента Национального банка в профильную комиссию, заслушать его и посмотреть, как НБМ управляет инфляцией, после чего заслушать президента Национального банка на пленарном заседании парламента. Блок коммунистов и социалистов согласился с этим предложением и дополнил его. Кроме президента Национального банка, было бы хорошо, чтобы пришла и премьер-министр и представила позицию правительства. Какие меры, какие инструменты готовит исполнительная власть в сложившейся ситуации и как они будут внедряться, чтобы понять, как они будут взаимодействовать с политикой Национального банка. Уровень инфляции составляет 29%. Я поддерживаю господина Алайбу и господина Бурдужу, но корни этих явлений в нашей национальной экономике. И не Национальный банк обеспечивает качество жизни граждан. Он только верхушка айсберга. Я поддерживаю это, только давайте делать это более оперативно. В свою очередь депутат от партии ШОР Денис Уланов заявил, что фракция, к которой он принадлежит, хотела бы заслушать все правительство. Несколько заседаний назад мы поднимали вопрос галлопирующей инфляции в Республике Молдова, а также все отрицательные экономические последствия, эффекты, которые происходят. И предложили заслушать в пленарном заседании премьер-министра и министра финансов, губернатора Национального банка. Но нам было отказано. И считаем, необходимо заслушивать не только губернатора Национального банка, но и экзекутив. Председатель парламента Игорь Гроссу призвал депутатов обсудить все эти предложения в Комиссии по экономике, бюджету и финансам. И там принять решение. В недавнем заявлении Национальный банк написал, что военные действия на Украине усилили неопределенность в отношении последующего глобального макроэкономического развития и значительно ухудшили экономические настроения. В пресс-релизе также говорилось, что на высокие темпы роста инфляции в Молдове влияет отсутствие собственных энергетических ресурсов. Высокая и устойчивая инфляция негативно влияет на перспективы экономического развития и роста, отметили также в НБМ. Ранее министр экономики Серджио Гайбо заявил, что инфляция в нашей стране выше, чем в других странах, потому что большинство подорожавших продуктов составляет потребительскую корзину, которая включает большой энергетический продовольственный компонент, гораздо более высокий, чем, например, у немцев или французов. На заседании парламента депутаты от БКС также предложили заслушать министров экономики и сельского хозяйства по вопросу повышения цен на растительное масло. Однако предложение не набрало необходимого количества голосов для включения в повестку дня. Кроме этого, парламентское большинство не поддержало предложение БКС заслушать премьер-министра Наталью Гаврилицу на тему закупки уже с 12 мая 30% электроэнергии у украинской компании. Агентство публичного имущества объявило о подписании соответствующего контракта только в среду. Коммунисты и социалисты обосновали свою инициативу тем, что закупочная цена украинской электроэнергии неизвестна, поскольку агентство публичной собственности сообщило, что она является коммерческой тайной и не подлежит разглашению. Подорожало растительное масло. В некоторых магазинах 1 литр стоит от 49 до 56 леев, хотя до недавнего времени бутылку этого продукта можно было купить за 37 леев. Как объяснили этот факт в Министерстве сельского хозяйства и что говорят по этому поводу в Совете по конкуренции, расскажем в следующем сюжете. В одном из столичных супермаркетов литр рафинированного масла стоит 49 леев, хотя еще недавно его стоимость составляла 36-39 леев. В продовольственном магазине во дворе многоквартирного дома в центральном секторе столицы литр масла можно купить за 56 леев. Продавец говорит, что цена изменилась накануне. Масло есть? 56 леев. Сколько? 56. Подорожало? Сегодня привезли, я чуть не потеряла сознание от новой цены. В то же время на центральном рынке столицы масло по-прежнему стоит 37 леев за литр. У нас пока ничего не поменялось. Цена старая. Рафинированная 39 леев литр. Бутыль получается 195. Самая дешевая – холодного отжима. 37 леев за литр. У покупателей свое мнение. Если несколько месяцев назад они приобретали литр масла примерно за 19-25 леев, то теперь они платят за тот же объем более 40 леев. Больше всего недовольны пенсионеры. Они говорят, что их пенсии в 2000 леев практически ни на что не хватает. 22 леев, 18 леев, 26 леев было. 2 литра сколько дали? 64. Ну я не покупаю. Почему? А потому что карман не позволяет. Сколько дали за эту бутылку масла? 74 рублей. А это за 2 литровый? 2 литровый это. Это дорого или дешево? Ну конечно дорого. Откуда дешево? Сейчас через месяц будет уже 60 леев литр. Брал месяца 2-3 назад за 175. А сейчас в 185. Подорожало на 10 леев. Две недели как дома и мне страшно, как все дорого. Как обухом по голове. Министр сельского хозяйства и пищевой промышленности объяснил, что масло подорожало примерно на 25-30 процентов, потому что увеличилась цена на сырье. По словам Виарела Герчу, семена подсолнечника стоят более 18 леев за килограмм. В то же время чиновник говорит, что у Молдовы есть запасы масла, но конкретную цифру не называет, поскольку заводы производят этот продукт каждый день. Семена подсолнечника стали дороже. Если в октябре-ноябре килограмм семян продавали за 8 леев, то впоследствии стоимость выросла до 12-15. В феврале, в начале марта 18 леев. И сейчас цены постоянно растут. Совет по конкуренции опубликовал заявление, в котором сообщается, что ведомство проводит проверку реализации переработки зерновых и масличных культур. В связи со значительным ростом розничных цен на подсолнечное масло в начале мая ведомство запросило у производителя соответствующие документы. По данным Национального бюро статистики, в январе-марте текущего года цены на подсолнечник выросли на 14,5 процентов, на масло – на 22,5 процента. Трагедия в Криулянском районе. 58-летний мужчина был найден мертвым в колодце во дворе своего дома. Труп обнаружила жена. Женщина сразу же сообщила об этом в полицию. По данным правоохранительных органов, инцидент произошел в среду в селе Хартопулмик, когда мужчина находился дома один. Тело доставили в Центр судебной медицины для установления точной причины смерти. Ведется следствие. В полиции выясняют все обстоятельства произошедшего. Два сотрудника Национального инспектората общественной безопасности и начальник отдела фигурируют в уголовных делах, возбужденных по фактам незаконного обогащения, ложных заявлений и пассивной коррупции. По данным прокуратуры по борьбе с коррупцией, подозреваемые вымогали у водителей денежные суммы в размере от 200 до 600 евро. После проведенных в среду обысков у них изъяли мобильные телефоны, устройства для глушения GPS, записи, денежные средства и неучтенный прибор для определения концентрации этанола в выдыхаемом воздухе. Все трое сотрудников Национального инспектората общественной безопасности были задержаны на 72 часа и помещены в следственный изолятор. Самолет китайской компании «Тибетские авиалинии» в четверг утром выехал за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся. Как сообщает портал Аэроньюз, инцидент произошел в международном аэропорту на юго-западе Китая. Все 113 пассажиров и 9 членов экипажа живы. Новостное агентство неучаянно сообщает, что есть раненые, но их количество не уточняется. В авиакомпании заявили, что пассажиры и экипаж находятся в безопасности. По данным того же Аэроньюз, пламя вспыхнуло после неудачного взлета Airbus A319. Это второе авиапроисшествие в Китае. За последнее время, 21 марта, потерпел крушение самолет Boeing, выполнявший внутренний рейс. Тогда все 123 пассажира и 9 членов экипажа погибли. Причины катастрофы пока не названы. Расследование продолжается. На этом все. К этому часу в студии была Ирина Варсан. Не пропустите вечерний выпуск программы «Время новостей» на телеканале ТВ6 в 21.00 и в 10.30 на Архей ТВ. Спасибо, что были с нами. И до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова